Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника математика 6 класс, автора Мерзляк Полонский и Кир, под номером 851. Нас просят начертить координатную прямую, взяв за единичный отрезок, такой, длина которого в 4 раза больше стороны клетки тетради, и отметить точки с данными координатами. Итак, приступаем к заданию. Начертите, пожалуйста, прямую, а теперь, как эта прямая станет координатной. Для этого на ней выберем начало отсчета, которое будет соответствовать нулю. Как выбираем начало отсчета? Мы смотрим на самые удаленные точки, которые у нас будут на этой прямой. Это точка А с координатой 2, она будет удалена от начала отсчета вправо на два единичных отрезка. И это точка Q, которая будет удалена влево на два единичных отрезка и еще одно восьмое единичного отрезка. Поэтому обратите внимание, чтобы у вас слева было расстояние от начала отсчета до конца вашей прямой больше двух единичных отрезков. И вправо, чтобы тоже у вас вы могли отложить точку, построить, которая удалена на два единичных отрезка. Все, начало отсчета выбрано. Теперь выбираем единичный отрезок. Согласно условию, этот единичный отрезок должен быть длиной четыре стороны, ну, четыре вашей клеточки. Раз, два, три, четыре. Отмечаем эту точку. И она соответствует единичке. Итак, длина вашего единичного отрезка четыре клетки. И теперь последнее, чтобы наша прямая стала координатной, на ней должно быть указано направление. Указываем направление с помощью стрелочки. Теперь подготовимся к тому, чтобы не допустить ошибок в откладывании наших единичных отрезков. Итак, что такое одна вторая? Это значит, что нужно разделить отрезок на две, единичный отрезок на две равные части. И одна такая часть будет в таком случае две клеточки. Это и будет одна вторая. Если мы обычную дробь преобразуем в десятичную, то мы умножим и числитель, и знаменатель на пять, и получим пять десятых. Поэтому 0,5 тоже соответствует двум клеткам. Кроме этого, у нас есть дробная часть, которая равна 1 четвертой. Что для этого нужно сделать? Нужно разделить единичный отрезок на четыре равных части. То есть, каждая часть будет равна длине клеточки. И 1 четвертая соответствует. Это одна клетка. Отметим 1 четвертую. Если мы преобразуем обычную дробь, обыкновенную дробь, в десятичную, мы числитель и знаменатель умножим на 25, и получим с вами 0,25. Или 0,25 десятичную дробь. Итак, для дроби 1 четвертая или 0,25 соответствует одна клетка. Я отмечу ее. Для одной, второй или 0,5 соответствует две клетки. И обратим внимание, что у нас еще есть дробная часть 0,75. Запишем эту обыкновенную дробью 0,75. И сократим эту дробь на 25. Получим 3 четвертых. То есть, единичный отрезок, разделенный на 4 равных отрезка, и взятый из них 3. Это будет соответствовать 3 четвертых. Или 3 клетки. Ну и последняя, 1 восьмая. Что такое 1 восьмая? Это значит, что наш единичный отрезок нужно разделить на 8 равных частей. И 1 часть будет равна половине клеточки. И тогда 1 восьмая – это пол клетки. Все, мы с вами готовы. Итак, первая точка А. Она удалена от начала отсчета на 2 единичных отрезка вправо. То есть, на 8 клеточек. Отмечаем ее. 2, точка А. Следующая точка В с координатой 1, 2. Она удалена вправо от начала отсчета на 1, 2 единичного отрезка. 1, 2 единичного отрезка – это 2 клетки. Отмечаем. 1, 2. Это точка В. Точка С удалена вправо на 1 единичный отрезок и 1 четвертую единичного отрезка. 1 четвертая единичного отрезка – 1 клетка. То есть, на 1 единичный отрезок и 1 клетку. Это будет соответствовать 1 целой и 1 четвертой. И это точка С. Точка Д имеет координату минус 2. Это значит, что от начала отсчета она удалена влево на 2 единичных отрезка. То есть, на 8 клеток. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отмечаем. Минус 2. И это точка Д. Следующая точка Е имеет координату минус 1 четвертая. Значит, она расположена левее от начала отсчета на 1 четвертую единичного отрезка. То есть, на 1 клетку. Отмечаем. Минус 1 четвертую. И это точка Е. Следующая точка F имеет координату минус 1,75. Значит, она от начала отсчета удалена влево на 1 единичный отрезок. И 0,75 соответствует 3 клеткам. И на 3 клетки. Отмечаем. 1, 2, 3, 4 и еще 3 клетки. 1, 2, 3. Минус 1,75. Там, где 3 четвертых, внизу, можете записать, что это 0,75, чтобы вас это не смущало. Точка F. Точка Q имеет координату минус 2,1. Значит, от начала отсчета она расположена левее на 2 единичных отрезка и 1,8. 1,8 это пол клетки. Вот она, эта точка. Точка Q. Минус 2,1. Ее координата. Точка S имеет координату 0,25. Значит, она расположена правее от начала отсчета на 0,25, а это на одну клеточку. 0,25. Точка S. Точка T имеет координату минус 1,5. Значит, она расположена от начала отсчета влево на 1 единичный отрезок и 2 клетки. Отмечаем эту точку. Точка T. Точка N имеет координату 1,25. И на самом деле эта точка у нас уже отмечена, потому что эта же точка соответствует 1,1. И поэтому эта же точка у нас N. Все, мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях к этому видео. Субтитры сделал DimaTorzok